всем привет сегодня мы будем готовить капусту думаю что так вы еще никогда не ели и поверьте мне это очень вкусно что нам нужно сделать нам нужно капусту порезать тоненько красиво капусту порезали перекладываем в миску у меня здесь примерно 250 грамм вот так теперь добавляем сюда чайную ложку соли и заливаем теплой кипяченой водой так чтобы капуста покрылась если у вас капуста твердая жесткая у меня капуста курасал она достаточно мягкая то есть я ее вот так вот оставлю но это не кипяток она такая ближе теплая ближе горячим вот так я ее оставлю на 10 минут теперь нужно порезать вот тут у меня еще для этого блюда такая колбаска из индейки и луковица луковицу нужно тоненько мелко порезать как на пиццу лук у меня сладкий если у вас обычный вы его режете наливая заливаете кипятком сливаете заливаете второе с кипятком сливаете заливать холодной водой и тогда у вас лук не будет горчить так 10 минут прошло капусту сливаем и оставляем пусть она стечет как следует тем временем берем два яйца добавляем щепотку соли немного потому что капусту мы посолили и приправы какие вы хотите у меня здесь черный перец молотый красный это не острый острова мы сегодня не будем ничего делать так и это нужно вот так слегка взбить вы знаете у меня есть на канале рецепт пирог из капусты без муки очень вкусный пирог получается вы его посмотрите ссылку мы оставим внизу там у меня просили девочки сделать плейлист он в работе я его делаю так что скоро у нас будет очень удобно на канале так капуста слилась выливаем сюда яйца с приправами перемешиваем чтобы яйца покрыли всю капусту вот так теперь берем сковороду возьмите сковороду такую чтобы ничего не пригорало на ней смазываем 1 столовой ложкой растительного масла любое масло подсолнечной оливкой какой у вас есть и выкладываем сюда капусту капусту нужно разровнять чтобы она таким ровным слоем легла и ставим на огонь огонь это знаете как среднее то есть если у вас 10 делений поставьте на пятерочку накрываем крышкой оставляем на 8-10 минут девочки смотрите следите чтобы ничего не пригорело и мальчики ну вот в этот раз у меня прошло шесть минут уже все так поджарилась лопаткой со всех сторон поддеваем накрываем тарелкой и переворачиваем вот так теперь еще ну буквально чайную ложечку растительного масла наш блин перекладываем вот так и теперь все как на пиццу у меня соус это вот вот такой соус здесь базилик укроп в общем зеленью можете просто сами сварить томатный соус в общем какой хотите щедро смазываем у меня на канале есть рецепт я поможет говорю так смазали у меня лук репчатые сладкие так у меня петрушка вы знаете вот это вот весь набор сюда вы можете там огурчики соленые положить маринованные в общем все что вы любите и ананас пицца на сами у меня такая ветчинка сейчас мы это все уложим красиво очень такой быстрый вкусный рецепт просто вот замечательно вот так и сыр у меня уже готовы на терке моцарелла можете любое твердые мягкий сыр использовать мы любим такой чтобы было много сыра так что смотрите сами это уже здесь вариации но вот этот вот мне нравится больше всего этот так как у меня одна сторона готовилась 6 минут здесь я тоже заведу будильник на 6 минут и думаю этого будет вполне достаточно ставим на огонь также половина накрываем крышкой и заводим будильник на 6 минут 6 минут прошло смотрите какая прелесть сыр расплавился все поджарилась все аккуратненько поддеваем и перекладываем в тарелку вот так вот так получилось сейчас мы разрежем вы можете это есть в горячем виде вы можете подождать часа два или вот даже допустим вот нам нравится вот в обед приготовить или там с утра и к обеду вот настоится и получается намного вот такая получилась замечательная пицца на капусте всем приятного аппетита худейте с удовольствием всем пока